15 июля ситуация, поставившая под вопрос дальнейшее существование детского центра медицинской реабилитации, уже дошла до обсуждения на заседании Севастопольского штаба Общероссийского народного фронта. После выхода в эфир НТС сюжета о бедственном положении реабилитологов, заместитель губернатора Юрий Кривов обещал, что до конца недели, 15 июля, реабилитологам якобы будет погашена задолженность по оплате труда, но этого не произошло. 26 июля исполняющий обязанности директора Департамента здравоохранения правительства Севастополя Антон Юрьевич Бахлыков сделал обнадеживающее заявление. Задолженность по оплате труда, которая сложилась при немецком, задолженность решена и следствия учреждения перечислены. На самом деле разобрались ситуации, разобрались, какой вид помощи оказывает данное учреждение. Соответственно, есть программа развития данного учреждения, в контакте с коллективом встречались, ситуация в данный момент решена и обязуем, что должность по оплате труда не будет. Директор Центра реабилитации Игорь Зарайский на заседании в штаба Общероссийского народного фронта рассказывал, что Департамент здравоохранения правительства Севастополя выдал искусственно заниженное государственное задание. В соответствии с ним реабилитологам должны были платить за обслуживание всего четырех пациентов в месяц. Это привело к созданию огромного дефицита части фонда заработной платы, которая формируется за счет бюджетных средств. При этом, по словам сотрудников Центра, их учреждение обвиняли в том, что оно не оказывает помощь, предусмотренную статьями государственного финансирования. Были приняты не совсем корректные решения. Сейчас, разобравшись, посмотрев в течение всего этого времени пациентов, помощь, мы пришли к выводу, что эта помощь оказывается в рамках программы государственной гарантии. То есть это помощь детям с заболеванием опорно-двигательного аппарата, соматические, дети с нейрологическими заболеваниями. С фондом, в общем-то, мы уже договорились. Сейчас в течение августа месяца будем заниматься распределением объемов помощи. Вот, собственно, часть средств пойдет в средств обязательного медицинского страхования данного учреждения. Сотрудники детского центра реабилитации жаловались и на то, что департамент здравоохранения требовал ввести в перечень оказываемых услуг психиатрию. Финансирование помощи по этому направлению должно осуществляться по особой схеме. Для оказания услуги нужно было вводить в штат специализированные единицы. Антон Бахлыков объяснил, что реабилитационный центр не должен этим заниматься. Психиатрическая помощь на оказывание психиатрических больниц. Пациенты, которым оказывают помощь данного учреждения, они состояли на учете психиатра, слава богу. И, в общем-то, нарушение речи и так далее – это сопутствующие патологии, их нейрологическое основное заболевание. Поэтому мы сейчас полностью разберемся, к какому виду обязательств относятся данные виды помощи. И, соответственно, скорректируем задания, что государственные, что задания по программе государственной гарантии и средств обязательных медицинских страхований. Вот до августа с Комиссией эта работа будет завершена. В настоящее время средства бюджета доведены за должность. Должна сегодня быть погашена, средства учреждения перечислены. Исполняющий обязанности директора Департамента здравоохранения правительства Севастополя Антон Быхлыков заверил и коллектив реабилитационного центра, и телеканал НТС, что в дальнейшем задержек с выплатой заработной платы сотрудникам центра не будет. Елена Анисимова, Виталий Козловский, Севенформбюро.